Нормальная дочь Все четыре проекта Поскольку вы как раз увидите Какие вообще темы волнуют художников И как они реализуются В таком на самом деле Непростом выставочном пространстве Как фабрика Сейчас я предоставляю слово Тарье И мы проведем такую небольшую Импровизированную экскурсию по выставке Тарья Спасибо Здравствуйте Меня зовут Тарья Полякова И идея этой выставки На меня мой собственный Личный дочерний опыт И моя личная история Очень во многом связана с этим Когда я рассказывала О идее этой выставки Другим художницам Эта тема нашла очень живой отклик И я поняла, что я имею дело С неким устойчивым культурным конструктом Какой-то частью Такого российского Коллективного бессознательного По юнгу И что практически каждой женщине Есть что сказать на эту тему Мне было очень интересно Эту тему исследовать И узнать, как другие женщины Обходятся с этой темой То есть, допустим, я предпочитала Бороться с навязываемым мне образом Который мне предлагали родители А кто-то есть, кто Бежит от этого образа А кто-то есть, кто пытается Быть похожей на эту картинку Есть кто-то, кто пытается ее переплюнуть Быть круче, быть лучше В общем, мне была очень интересная тематика И она близка к тому, что я изучаю Потому что по первому образованию Ее культуролог И культурный конструктор Это то, что у нас в головах происходит Некоторая история История людей Можно сказать, история мнений То, что здесь происходит Это документация какого-то момента Культурного Который уникален для этого времени Этого момента Я хотела бы сказать Мне кажется, что у нас получился Очень интересный, хороший результат И поблагодарить очень Эльмиру Который меня вдохновил Создание этой выставки И без нее бы ее не было Которая была координатором ее И нам очень помогала Благодарить всех художниц Которые поделились лично И своей историей И сделали свои самые лучшие работы Здесь И благодарю свою девушку Машу Которая мне помогала Нам на этаже Которая была со редактором Текстов к работам Вот Теперь давайте гулять по выставке Спасибо Начнем с работы Екатерины Бажиной Которая мне очень нравится тем, что Она как-то свела Вредила тему того, что ее мама Хотела, чтобы она занималась биологией И поэтому эта тематика здесь отражается И Катя Говорит о концепте ложного яда Концепт Известный в психологии давно Это когда ты не можешь выдержать давление родителей И у тебя возникает такая ложная персона Которая замещает свою собственную Этому работа называется фейк Это то, как из одной клетки постепенно выделяется другая Которая символизирует такую фейковую персону Которую твои родители понимают А вот эта левая часть работы Мне кажется, очень сильная, очень интересная Она представляет собой техническое задание Которое мама Екатерины дала своей дочери То есть у нее есть судьба Некоторые уже концепты До того, как она родилась Придуман уже сценарий В котором она должна жить Быть замуж, родить детей лучше троих Жить в том же городе, чтобы мама видела внуков В общем, пойдемте дальше Дальше я хочу рассказать вам Про историю Кати Ошибковой Сейчас она только начинается Это видеоработа Которая в очень таком трагикомическом ключе Рассказывает о том, как живет нормальная дочь Эта работа основана на реальной истории Кати И на фантазиях, которые придумала ее мама Она рассказывает о том, что нормальная дочь Присыпается очень рано В 7 утра она уже едет в метро И у нее есть семья У нее есть свой собственный бизнес Она проводит отдых на горнолыжном курорте Так и все успешные люди это делают В общем, такой очень интересный у нее подход И, не знаю, много юмора в этой работе Много как-то хочется улыбаться, когда ты смотришь Хотя на самом деле это, конечно, очень Такие трудные контексты И это что-то, с чем ты сталкиваешься Что тебя может печалить Но тут появляется совершенно новое значение Вот она поднимает детей И одновременно идет по карьерной лестнице Такая нормальная дочь Идем дальше Я тут хотела бы рассказать про работу Даши Витовсенко, которая основана на конкретной истории Когда ее мама помогала ей проживать семечки Когда Даша была маленькая Она не умела чистить семечки сама И мама помогла ей прочистить семечки И я проживала ей отмечаться за Дашу И для Даши это является такой метафорой родительского опыта Когда тебе, ну, те вещи, которые ты хочешь сделать Человек помогает настолько, что он очищает их От ненужной шелухи И ты получаешь чистый, готовый результат Но ты таким образом избавлен от необходимости Получать какие-то, набивать какие-то собственные шишки Собственные какие-то ошибки совершать Вот Такая очень интересная метафора Здесь изображение портреты Даши мамы И Даши самой Это вот третья вещь Дальше мы двигаемся к работе Маши изобразила книгу И то, как транслируются ценности от матери к дочери через поколение Вот И такая очень интересная техника Это Маша за маму Вот Это к ней протекают такие ценности, которые как-то преломляются у нее в голове И потом уходит ее дочери, которая, кстати, тоже вот здесь дед куляет Вот Так что вот так А, давай, может, и художник Да, давайте художник тоже расскажет Да, потому что мы к Лизе можно обратиться Мы как раз стоим у нее работы Лиза, можешь рассказать, да? Лиза, давай, скажи просто Моей работе Моя работа посвящена такому репродуктивному стереотипу Который существует в отношении молодых женщин Что девушка должна родить, выйти замуж Этого хотят все матери, все бабушки У меня довольно прогрессивная мама Поэтому я включила сюда фразы и бабушки, и тети И это вот традиционный свадебный убор Который тоже как-то отражает эту тему А какой российский убор? Ну, украинский, в принципе Но на самом деле в России традиционный убор Женский свадебный выглядит примерно так же Украинский, я это отметила даже в экспликации Он связан с тем, что у меня есть украинские корни в том числе Поскольку это история про самоидентификацию в том числе Наша выставка, я это считала важно включить Здорово, спасибо А Женя Борская здесь? А, Жень, расскажи про свою работу, пожалуйста Вот здесь, как вы видите Мозаика, да? Это мозаика, да И на маркерной доске В общем, это про изменения Которые наши мамы Наверное, от большой к нам любви Хотят внести в наш образ Здесь зритель может сделать это быстро Безболезненно Получить идеальную дочь В отличие от того, как эти изменения происходят И отражаются на судьбе реального человека Можно нарисовать себе идеальную дочь Можно собрать И поиграть в такую игру Так, теперь мы переходим к Ольге Я работаю с коллажем И у меня есть серия мутермортов И когда была задана тема этой выставки Нормальная дочь Я поняла, что я хотела бы сделать тоже серию мутермортов Посвященных этой теме Я стала думать, что это могли быть мутерморты И поняла, что для меня это про десерты Про такие десертные мутерморты Как видите, они в розовых оттенках Но в какой-то момент я поняла, что должны быть отдельные мутерморты Мутерморты злокрицы Которые, вроде бы, тоже десерт Но очень важно, что есть какие-то сложные интонации в этой теме Вот Спасибо А давайте покажем еще других художниц Про которых мы рассказали, но не сказали, как это выглядит Катя Расибелевна Вот Катя, автор с этой работы Если у вас нет, то есть разница А, у нее еще так много Да, кстати, да Саша, самая такая Катя, моя Катя Тогда сама расскажешь, да? Ну, для меня просто в этой теме была У меня, что ли, семья, очень любящая меня Заботящаяся и все такое прочее Но, так как мы все продукты Культурных стереотипов и все такое прочее То, то, как это проявлялось Заставляло меня искать лазейки для собственной жизни То есть, забота для меня была Практически насилием Потому что Мои родители и весь мой семейный бэкграунд Он представлял себя, конечно, меня иначе Вот, и то, что вот вы видите Это объект Прорастания жизни какой-то Настоящей сквозь И сопротивляясь О той заботе, которая была Которая была для меня нанесена Спасибо, Катя Спасибо Так, я думаю, что... Кому? Катя, пожалуйста Катя, пожалуйста Ну, где Катя? Покажи, покажи Катю Про зеркало Про зеркало Да, про зеркало Да, расскажу Вот, единственная художница, которой нету, да? Да, да, да Здесь Это... Единственная художница, которой нету, да? Это... Это... Кристина Лаврова Она живет на Урале Вот Это очень молодая художница И она отправила мне вот этот объект С которым она вместе росла И на который ее мама Налипываются наклейки Которые казались каким-то отражением Ну, и каких-то таких штук Которые связаны с гендером То есть, вот какая-то Невезность Которые налиплялись, ну, по сути, на ее отражение То есть, она каждый день смотрела на себя в зеркало И на ней порхали эти бабочки И ей казалось, что это очень какая-то такая нормирующая вещь А трещины и сколы на этом зеркале появились Пока этот объект Путешествовал за одного города в другой Пока он наконец приехал сюда И для нее это... Она не захотела снимать свою работу Она сказала, что это вполне себе Это здорово, что работа проехала... Ну, прошла такой путь И на ней появились какие-то отметины Потому что это метафора В некотором смысле жизненного пути человека Которую невозможно пройти Без каких-то до сих пор трещений Вот Дальше давайте мы послушаем Катю важную Чтобы она рассказала про третью часть своей работы Да Да, конечно, есть все работы Потому что это очень масштабная работа Которая стоит из трех частей Вот Спасибо Так я уже рассказала про первые две части моей работы И про техническое задание Которое еще до моего рождения в голове моей матери появилось И про тот этап формирования ложного я Когда, собственно, произошло несоответствие А третья часть моей работы Это некая рефлексия Клетка, которая была изначально И клетка, которая появилась в результате какого-то жизненного опыта Разделена зеркалом И существующая клетка То есть, ну, как Действительное я Отражается Рефлексирует Но все равно показывает своей матери Фейк То есть ложную клетку И это такой, ну, тоже вопрос выбора Что, ну, мне как человеку проще сделать Мне проще разбить это зеркало И сказать ему своей матери Нет, я не такая Я не выросла ученым Я не выросла биологом Или показывать ложное я И как-то надевать какую-то маску Ну, и как вы видите В данный этап Я все-таки надеваю маску Зеркало не разбито Вот Вот, все Спасибо Давай, может быть, Катя Ошидкова Добавит в свою работу Катя, ты где? Я тут Ага Моя работа, она Что еще хотела добавить Она отсылает К каким-то моментам Там, вот, современной культуры И, в частности, к некоторым фильмам Когда, вот Я поняла, как бы, концепцию выставки Мне первое, что Пришло в голову Это, вот, какой-то такой Идеальный андроид Который, вот, выполняет Который вообще не вызывает Никакого раздражения И вот настолько, вот, ну Просто безупречен Что Не может существовать Я пыталась вот это все воплотить Вот И На самом деле Работа делалась как-то Очень-очень Быстро для меня Обычно я делаю проекты Там, ну, по нескольких лет Вот И Несмотря на это Мне вот очень понравился результат Сначала, как бы Когда все это Только вот визуальный ряд Как-то составился Мне казалось, что выглядит все Настолько как-то Смешно Что уже просто Даже саркастично Мне, как бы, не хотелось Несмотря на то, что у меня с мамой Достаточно непростые отношения Мне не хотелось Такого подхода Вот И, как бы, я рада, что Моя сестра помогла мне Списать, собственно, голос И я решила поставить Музыку в музыку Мустава Майлера На самом деле Это первое, что мне пришло в голову Я подумала Поставлю музыку Из смерти Венеции Вот И она так жалобно Легла на это все Что, как бы, вот этот Весь сарказм Он какой-то даже С другой стороны Трогательный И мне вот эта сторона Кадается гораздо больше Даже Потому что, ну, как бы На самом деле Тема Это Вот это влияние материнского Она Очень сильно Трансформирует А порой и деформирует Нас Можно вам Да, да, да А вот то, что вы сделали Этот проект Вам помог Эту трансформацию Эту боль Немножко как-то Перешагает Может Ну, может Чем-то помог Ну, на самом деле Может быть Потому что, как-то Мне казалось Что, вот, правильнее всего Вот Я сначала думала Даже документально Сделать такой проект Я хотела, как бы Прожить день Нормальной дочери То есть Сделать все, что мама хочет И сделать документальное Такое видео Но просто Я потом поняла Что документальное Вообще Не совсем Это, как бы Моя стезя Вот Я решила Игровое сделать видео С теми интересными Которые могу Вот Ну, может быть Да Может быть Как-то Знаете Сепарироваться Чуть больше Здоровым Таком смысле Мне кажется Хороший вопрос Конечно На то, что Где грань между Искусством и терапией Конечно Искусство Это и есть терапия Я думаю, что это Вызнает как терапия Я думаю, что это Вызнает как терапия Я думаю, что это помогает Мне, по крайней мере Это очень помогает Ну и до зрителей Для нас тоже Да, но при этом Это Ну, возможно Сделать это Художественное высказывание Придает тебе силы А как-то его Отфиксировать И как-то Критически Посмотреть на Эту тему Это помогает И как раз Здесь представлен Разный опыт И разные люди Могут заотнести Себя С теми Или иными Гранями Этой темы Потому что Она разная И каждый художник По-своему Как-то ее Отфиксировала Мне кажется Очень ценный опыт Здесь можно приобрести Тем более Пока есть художницы И можно с каждой Пообщаться Спасибо У нас есть Если еще есть Там Немного вина Вот Присоединяйтесь Спасибо Всем большое Спасибо Я тоже Спасибо Спасибо Спасибо